Депутаты ЗАГС Собрания ответили на заявление Жириновского. Напомним, 20 ноября на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР заявил, что губернатора Владимира Сипягина давят местные чиновники, вынуждая покинуть пост. Досталось от Жириновского и депутатам ЗАГС Собрания. По его словам, депутатов от ЛДПР в областном парламенте запугивают и пытаются подкупить. Претензии были к тому, что фракция ЛДПР в облпарламенте не имеет ни одной оплачиваемой должности. Областные парламентарии возмущены словами Жириновского. Представители фракции «Справедливая Россия» заявили, что оставить без внимания заявление Жириновского нельзя, поскольку он унизил депутатов ЗАГС Собрания с трибуны Госдумы. На заседании прозвучала идея направить коллективное письмо лидеру партии ЛДПР от ЗАГС Собрания области с предложением не вмешиваться в работу регионального парламента. Но в итоге депутаты ограничились лишь обсуждением этого вопроса. У нас на федеральных каналах и так Владимирская область в последнее время упоминается в негативном ключе в основном. Я согласен с тем, что реагировать нужно. Владимир Вольфович сидел здесь с нами и рассказывал о том, как мы будем в дальнейшем взаимодействовать. А взаимодействие вот так вот у нас строится. Прозвучали обвинения, причем беспочвенные. Ссылка была на неких местных чиновников, которые оказывают давление на губернатора. Мы призываем в таких случаях действовать все-таки не путем популизма и пустых каких-то ложных обвинений. Непонятно, какую цель преследовал перед собой Владимир Вольфович Жириновский. Но в целом мы констатируем следующее, что у нас в регионе проходит конструктивное взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвью и властью. На этом же заседании депутаты ЗАГС Собрания внесли изменения в устав Владимирской области. По просьбе губернатора парламент сократил количество его замов с 10 до 8. Это позволит бюджету ежегодно экономить больше 6 миллионов рублей. Кстати, о замах депутаты выбрали нового вице-спикера облпарламента. Вакантную должность занял представитель как раз партии ЛДПР. Но со скандалом, который устроил Жириновский, это никак не связано. О том, что еще одним замом Киселева станет либерал-демократ, говорили еще полтора месяца назад. Но фракция лишь теперь определилась с выбором. Новым замом спикера ЗАГС Собрания стал региональный координатор ЛДПР Сергей Корнишов. Его поддержало большинство депутатов в ходе тайного голосования. Корнишов состоит в аграрном и бюджетном комитетах облпарламента. Новая должность позволит ему получать зарплату. Таким образом, ЗАГС Собраний на постоянной основе теперь работают 10 депутатов. И это не только заместители председателя. Если мы хотим, чтобы депутаты работали эффективно, то, конечно, в этом плане 10 человек, это даже, наверное, мало, что они работают на постоянной основе. Не имеет значения, вице-спикеры или так далее. Все определяется эффективностью. Вот если те, кто работает на постоянной основе, будут переносить пользу, пользу в виде законопроектов, в виде решенных проблем граждан, то в этом плане я считаю, что это оправдано.